всем привет добро пожаловать в мою оранжевелю сегодня у меня будет пересадка в новое кашпо монстеры альба видите какая он у меня красоточка выросла уже просто у нее пошли вот такие резные листочки это первый листик у нее такой резной листья крупные а вот эти мелкие и видите здесь столько воздушных корней я их просто хочу полностью наверное вот так вот сейчас буду когда в горшок новый то есть я ее хочу углубить чтобы у нее вот эти вот как бы листик но вот этот может обрежу листик у нее ну посмотрю там по ходу пересадки смотрите какие у нее красивые листья я давно хотела такую монстеру но в нашем городе ее как-то вообще редко продают и я вот купила вообще отросток вообще просто без корней даже был мне просто срезали да и я ее поставила в банку с водой и она у меня прекрасно дала корни и вот видите я думаю за это лето она у меня вообще красоткой будет или есть это красивые у нее ну вообще супер такие воздушные корни уже большие здесь он на нее смотрите рост такой корней пошел это вот все все нужно в землю посадить она будет у нее сил будет больше если земли добавится и листья будут крупнее в общем в общем хочу вырастить очень крупный экземпляр например как вот это у моей монстеры альбы очень большие предпосылки и данные я думаю она у меня вырастет большой и красивый вообще я вот эти воздушные корни я всегда направляю в грунт просто я не люблю когда они вылазят они могут его по полу там деться как знаете как змеи такие в общем мне больше как бы и эстетичнее получается когда они все направлены с землю поэтому горшочек я и выбрала конечно побольше но сейчас я ей установлю и опору потому что это же лианом и ей требуется опора ну вот посмотрите в моей большой монстеры все корни направлены вниз во землю в грунт и мне так нравится то есть они нигде не болтаются по полу не по стенам а все тут в горшке и это ей не мешает расти и развиваться но здесь вот я в тазик насыпала уже универсальный грунт у меня здесь потом кокосовый субстрат есть немного вермикулит и кварцевый песок вот такой крупной фракции для того чтобы земля была рыхлой еще я теперь это перемешаю ну такой рыхлый грунт получится то что нужно можно вместо кварцевого песка просто песок добавить ну раз у меня он есть вот решила добавить кварцевый песок такой рассыпчатый видите получается как раз земля не будет слеживаться ну теперь я какую-то часть насыплю горшок приготовила я и вот такое горшок здесь у меня вот так керамзита насыпана выбрала я такое кашпо из-за того что я ее хочу сейчас углубить и у нее очень хорошо развивается корневая система пусть она набирается сил наращивает корни и потом с такой силы будет выпускать очень большие красивые листья керамзит обязательно нужно рыхлый грунт очень у меня такой получился сейчас просто я ее сейчас посажу и потом в долгое время прям не знаю может года три даже трогать вообще не буду оставлю в этом кашпо ей достаточно пусть она разрастается поливать буду аккуратно там по растению видно она конечно у меня не хочет прям отсюда никак выходить она вот к дну видимо корнями прихватилась горшок маленький но пошла ну да вот видите какие корешочки хорошие у нее даже узор здесь на горшке сейчас я ее конечно поглубже буду садить у нее корни очень такие мощные и они очень быстро разрастаются так вот здесь поглубже маленько вот этот корешок тоже нужно не сломать чтоб туда вот так отлично я ее как раз заглубила и так будет хорошо сейчас я ее присыплю ну сейчас она у меня вообще попрет сейчас ей здесь питание столько добавилось простора ну вот пересадила я свою красавицу думаю что ей здесь будет хорошо поставила время на вот такую бамбуковую палочку а потом в будущем конечно я куплю я которая кокосом обмотанная такая нету есть большая резать не стала а ей такая большая не подойдет уж сильно большая на метра два наверно и расскажу я как ухаживаю за своими монстерами монстера конечно предпочитает светлое место ну без попадания солнечных лучей таких прямых но чтобы как бы какое-то солнышко на нее либо утреннее либо вечернее на нее попадала на это любит поливаю я по мере пересыхания грунта может даже и полностью потому что поливаю я ее редко конечно же протираю листья ей мягкой тряпочкой или иногда опрыскиваю то есть она любит когда у нее листья чистые потому что она ими дышит ну так же как и все остальные растения удобрением я практически не пользуюсь просто может быть летом дело один раз подкормку перегноем и все а так вот чтобы подкармливала я их не подкармливала ну и вообще монстера конечно это очень декоративное и красивое растение которое украсит любой дом любой офис и любое наверное помещение своими красивыми листьями а теперь листья видите какие еще есть и варегатные ну вот такие вот листочки у нее красивые будут конечно когда будет взрослое растение вот это варегатности будет больше и вот эти дырявые листья конечно будет супер очень красивых но имейте ввиду что площадь для нее конечно нужна большая она очень много занимает место она любит такой простой ее очень красиво поставить где-то в гостиной например и чтобы не было рядом каких-либо еще растений чтобы подчеркнуть ее одну какая она красивая и сейчас покажу куда я ее поставлю и для того чтобы у монстеры альба очень были красивые листья варегатные конечно требуется больше света чем нежели темно-зеленое и я и выбрала здесь место как раз здесь такое рассеянное знаете солнышко есть вроде да попадает на нее и очень здесь будет комфортно здесь радовать вода дроны то есть здесь и здесь вот смотрите окно уже солнышко такое прям весна чувствуется все классно растением конечно это нравится ждем весны пересадок еще очень много подписывайтесь на мой канал жмите колокольчик чтобы не пропустить мое видео увидимся в следующем видео